Приветствую всех! В сегодняшнем ролике я с вами поделюсь очень интересным приемом. Если вы смотрели мои матчи, где я играю против какого-либо левши, вы неоднократно могли были заметить, как я какой-то ковырюхой справа ставлю врасплох игрока. Сегодня я вам расскажу и покажу наглядно, что это за ковырюха справа. С виду этот элемент выглядит следующим образом. В чем особенность и почему именно против левшей я использую этот прием? Все просто, поскольку у левши топ спин чаще всего имеет немного больше бокового вращения, чем у правши. Левша наносит у нас удар вот в этой плоскости и мячик у нас крутится вот в этом вот направлении. Если присмотреться, соответственно удар у нас ковырюха справа, либо чоп-блок, как вы можете назвать, делается по направлению за этим же мячом. И, соответственно, получается, что мы это вращение, если мы идеально попадаем в мяч, это вращение немного добавляем, либо чуть-чуть переворачиваем его немного в другое боковое вращение. Но при этом направление вращения у нас не меняется. У нас идет это же самое продолжение мяча, мяч с этим же вращением продолжает лететь. Как вы можете отработать этот удар? А также чуть попозже я вам расскажу, в чем особенность хватки у меня во время этого удара. Итак, переходим уже к тому, как отработать этот удар. Отработка этого удара прежде всего должна исходить из удара. И если вы посмотрите, этот удар очень сильно похож на топорик. То есть у нас вот такое вот движение. Сначала необходимо, чтобы у вас в совершенстве получалась подача топорик. Вот эта подача, да? Следующий момент. После того, как она у вас начинает получаться, мы во время подачи немного направляем его вперед. Далее необходимо будет делать следующее. То есть постараться не вперед его толкнуть, а немного вот под себя. То есть и не бояться при этом, что мячик у нас при подаче немного завысится. То есть вот, как бы как кистью вы его немного направляете. Теперь переходим к особенности хватки во время этого удара. Вы могли обратить внимание, что ракетка у меня в руке немного нестандартная. То есть во время топ спина у нас ракетка стремится быть продолжением. Вот, это считаю как одна линия. Что во время этого удара мы стараемся ракетку немного перехватить. Чтобы мячик у нас было удобнее вот запилить. Вот в эту вот плоскость. То есть вот, мы обычная хватка. Перехват сюда. И немного стараемся поддавливать большим пальцем. Большим пальцем и у нас сразу ракетка немного загинается. И нам легче будет во время движения его немного пропиливать. И кисть у нас, соответственно, еще лучше начинает шевелиться. Теперь еще раз немного с другого ракурса покажу, в чем особенность этой хватки. Вот у нас обычная хватка при топ спине. Вот хватка. Немного загинаем. И кладем ее больше на три пальца. Уже в исполнении этого удара. Надеюсь, эти советы будут вам полезны во время освоения этого удара. Также в борьбе против игроков, которые предпочитают играть левой рукой. Но иногда бывает и правой. А теперь посмотрите с разных ракурсов, как выглядит исполнение этого удара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всем спасибо за просмотр. До встречи!